Здравствуйте! Оксана, скажите, а вот эту куколку вы принесли? Да, Мишутка, я. И зовут эту куклу Матрёшка. Матрёшка! А мы не играем в куклы. Мы в машинке играем, да, мы остроим. Да, кукла, это для каркуша. Для девчонок. А вы знаете, что это очень необычная кукла? Необычная? Ну да. Она не похожа на другие куклы. У неё всё-всё нарисовано. У неё даже ручки нарисованы. Ага, ещё она в платочке. Но самое главное, это куколка с секретом. А какой у неё секрет? Внутри Матрёшки прячутся её сестрички. Мало-мало, меньше. Ой, а можно на них посмотреть? Можно? Ну, конечно. Матрёшка открывается очень легко. А вот и первая сестричка. Ух ты! Смотрите-ка, эта Матрёшка поменьше. Она, наверное, младшая сестричка. А в ней прячется ещё сестрёнка. А можно сестрёнку и освобожу? Конечно, можно. Спасибо. Во! Раз! Готово! Свободил ещё одну сестрёнку. Ой, сейчас ещё одну спасу. Раз! О-о-о! Я главный спасатель Матрёша. А вот ещё одна сестрёнка. Вот, вот, вот. Так. Ой, какая малюсенькая. Какая малюсенькая. Миша, папа! Я тоже хочу поосвобождать Матрёша. Извини, Хрюшенька, но я, кажется, уже всех освободил. Посмотрите, какая дружная семейка. Матрёшки всегда румяные, носят яркие сарафаны, а на голове обязательно платочек. А вы знаете, сколько лет Матрёшки? У-у-у! А сколько? Не знаем. Больше ста лет. О-о-о! Больше ста лет! Ничего себе! Это русская народная игрушка. А для народной игрушки сто лет – это совсем небольшой возраст. И придумал эту игрушку художник Сергей Малютий. Вот так вот мне взял и придумал? Говорят, что он увидел японскую игрушку-неваляшку. Это была кукла-мудреца Дарума. Внутри неё сидела такая же кукла Дарума. Художник увидел её, она ему очень понравилась, и для русских детей он сделал вот такую матрёшку. И матрёшку тоже всем сразу понравилась? Очень. По преданию, когда Сергей Малютин расписывал первую куклу, кто-то сказал, как же она похожа на нашу Матрёну. А кто такая Матрёна? Матрёной звали девушку, которая работала у художника. И с тех пор эту куклу зовут Матрёшкой. Так это же моя записная книжка. Вы хотели её продать? Ну, мы думали, она никому не нужна. А это очки дяди Вити, наверное, он их здесь забыл. А вот мой альбом с фотографиями. И вы решили, что он тоже никому не нужен? Ну, мы просто... Мы просто не знали. Вы просто нашли вещи, которые никому не нужны, и решили устроить ярмарку. Но мы ещё ничего-ничего не продали. Честное слово. Я бы очень расстроилась, если бы мои вещи пропали. Они мне дорогие. Ой. Ну, нам просто так хотелось поиграть в ярмарку. Понятно. Но вы можете устроить настоящую ярмарку. А вдруг опять попадутся вещи, которые кому-то очень дороги? На ярмарку приносят то, что делают своими руками. Вы можете нарисовать рисунки, испечь пирожки, сделать разные поделки. Вот тогда получится самая настоящая ярмарка. Точно! Я нарисую картину, а ты, Каркуш, пирожки испеки. Карс, пирожки, настоящую ярмарку? А я, кажется, разгадала секрет. О, ух ты, а зачем вы линейку завернули в нашу ленточку? Да А вот посмотрите Что? Ой, тут же что-то написано Написано, только раньше прочитать это было невозможно А сейчас запросто Секрет в том, что сначала Филя накрутил на линейку бумажную ленточку Потом написал послание А когда ленточку раскрутили, все буквы разбежались